Всем здравствуйте, меня зовут Дельникова Лера, и я преподаватель школы Точка Схода. Сегодня я бы хотела рассказать вам про скетчбуки графические. Дело в том, что в преддверии пленеров у нас возникло очень много вопросов от учеников, какой скетчбук брать, какая бумага для графического пленера подходит, какая не подходит. Заранее скажу, что нет универсального скетчбука, который подойдет каждому, потому что все это такая вкусовщина. Перед тем, как идти на пленэр, конечно же, нужно изначально идти с задачей порисовать определенным материалом. То есть невозможно взять на пленэр все, что есть дома. Возможно, вы такой же куркуль, как я, который любит обрастать множествами материалами, разными производителями, и все они мне нравятся, все это я хочу взять, везде я могу работать в смешанной технике, но не везде мне это нужно, при том на пленэре, потому что глаза будут разбегаться, а времени на то, чтобы подумать, а чем же мне порисовать, как такового не будет. Лично на нашем сайте всегда висит расписание тех мест, куда мы пойдем и что мы будем рисовать. На графическом пленэре иногда у нас написаны задания. Они делаются либо по желанию, либо обязательно. По желанию — это когда человек, например, приходит на место, и у него есть какая-то уже своя задача. Когда задачи нет, можно воспользоваться нашей задачей, которую мы представляем при рисовании того или иного сюжета. И исходя от места, где мы будем рисовать, вы уже можете подумать, с чем вы пойдете, с каким материалом графическим. Потому что большая часть наших учеников ходили на разные графические пленэры и могут выбрать из массы материалов. Кто-то ходил и на пастель, кто-то ходил и на карандаш простой, кто-то рисует акварелькой. И именно на графическом пленэре вы выбираете тот материал, который вы хотите либо прокачать, либо просто хотите возродить его в своих рисунках. Я начну с блокнотов, которыми я пользуюсь достаточно долго уже время. Вот здесь вот у меня блокнот Art Creation. Сфокусировать. Есть такой производитель, как скетч-маркер. Вот она. Я не совсем понимаю, чем они отличаются, потому что характеристики очень похожи. Возможно, кто-то просто появился первым, а кто-то вторым. Но не суть. Они бывают разных форматов. Такой, такой и маленький. Вот еще такой формат имеется. Очень интересный. Некоторые скетчи, которые у меня не получаются в скетчбуках, я заклеиваю любыми другими бумажками и рисую на них. Я делаю это очень часто. У меня очень часто не получаются скетчи, увы. Вот. Калажиком можно заниматься в таких скетчбуках. Ну, прям рекламная компания какая-то. Как такой лайфхак. Если вам не нравится какой-то свой скетч, его всегда можно взять и заклеить. И рисовать еще. А потом еще заклеивать и рисовать еще. Плотность бумаги 140 грамм, насколько я помню. Имеет цвет бумаги слоновой кости. Она достаточно терпеливая. Как говорит нам производитель, универсальная. Звучит заманчиво. Действительно, бумага терпит многое. На ней можно рисовать линером, простым карандашом, тушью с пером. И она не будет просвечивать. Гуашью хорошо рисуют. Но из-за того, что плотность бумаги достаточно маленькая, она начинает немножечко бугриться. Что касаемо акварели. В этих скетчбуках, конечно, тяжело работать акварелью. Потому что эта бумага, по всей видимости, из целлюлозы. И поэтому она быстро впитывает в себя воду. И делать какие-то большие заливки и градиенты очень тяжело. В принципе, акварелькой тоже можно работать. Но не во всем технологическом своем спектре. Да, вот я нашла как раз-таки на большом формате. Очень классно, что можно работать в развороте. Как вы видите, вот огромном таком. И можно это делать как одну картинку. Я здесь рисовала гуашью. Отлично ложится. Не просвечивается. Вот тут вот я рисовала тоже карандашом на следующей странице. Как повела себя тушь. Вот, например, я рисовала тушью здесь. Здесь ничего не просвечивалось. К сожалению, маркерами тяжеловато работать на такой бумаге. Она катышками не идет. Но она очень сильно просвечивается. Либо кальку подкладывать. В любом случае на следующей странице вырисовать не сможете. Но чтобы через страницу это тоже не пропечаталось. Уголь, пастель, она очень гладкая, поэтому сильно не задержится на вашей работе. А масляная пастель, ну, тоже пожалуйста. Но масляной пастелью я вот тут вот в принципе рисовала, кстати. Но нужна будет калька, которую вы будете подкладывать. Вот, например, масляной пастелью я рисовала, как я в кафе ходила. Все равно пачкается, но остается в принципе нормально. Можно работать. Вот, акварельная работка. Вот, можете посмотреть. Достаточно яркая. После высыхания оставляет все равно контрастные цвета. Я рисовала несколько палитр. Меня устроило. Этот мелкий скетчбук я ношу с собой либо в кармане пальто, либо в сумочке. Всегда он со мной. В метро я на нем рисую. Очень нравится, что можно открывать и рисовать на маленьком формате. Либо же рисовать на А5. Вот такой скетчбук я использую для каких-то больших сюжетов, потому что и таскать такой очень тяжело. Он достаточно весомый, потому что очень много бумаги. Я еще не заканчивала ни один такой скетчбук. По-моему, все равно в конце оставались несколько страниц незаконченных, потому что он действительно очень большой. Очень много листов. Морально для меня это очень тяжело. На прошлом пленэре я использовала вот такой формат скетчбука. Это я покупала в Пушкинском музее. Здесь буквально не написано, сколько листов. Ну, наверное, листиков 30-25. То же самое, чуть-чуть шершавее, чем вот это. На ней было очень круто работать именно цветными карандашами. И я как раз-таки поставила себе задачу работать в этом скетчбуке только цветными карандашами. И рисовала на пленэрчике ими. Закончила достаточно быстро, ну, потому что он очень маленький, вот тоненький совсем. Такой вот. И психологически это очень классно на мне сказывается. Закончил скетчбук, положил, он не замусолен. И как на один сезон, отлично. Формат тоже очень удобный. Как раз-таки полный формат А5 получается. Тоже бумажка слоновая кость. Кому-то это мешает, кому-то не мешает. Мне не мешает. Бывают блокноты со спиралью вот такой. И здесь внутри крафт-бумага. В принципе, есть люди, которые любят спиральку. Я это поняла по социальному вопросу своих учеников и так далее. Бывают разные люди, и разным людям нравятся разные. Единственный минус, можно так сказать, что нельзя нарисовать в развороте. Нету ощущения, все равно спираль как-то композиционно разрезает две картинки. И нету ощущения целостности. Тут достаточно очень тонкая бумажка. И, в принципе, бывают блокноты, где бумажка более плотная. Вот. Тут выбираете сами. Просто бумажка более плотная. Терпит большие манипуляции с ней. Чем на ней можно рисовать? Можно рисовать углем, белым карандашом. Можно рисовать цветными карандашами. Но они будут не такие яркие. Можно рисовать гуашью. Но тоже в зависимости от толщины. Но тоже от толщины зависит, насколько бумага сможет вытерпеть какую-то воду, какие-то в такие жиденькие красочки. И чем крафт более шершавее, тем он больше может вытерпеть на себе какую-нибудь масляную или сухую пастель. Так, у меня есть тут еще Малискин завалялся. Мне подарила моя подруга. Получается, что здесь тоже 140 где-то. Это был блокнот для графики. Было написано, что он только для графики. Но хочу сказать, что он просвечивает линер даже. То есть, если арт-креэйшн не просвечивал, возможно, у меня просто такой блокнот. Возможно, там есть какие-то другие составы. Как бы такая склейка, которую просто отрываешь, как бы рисуешь новое. Вариант. Тоже можно рисовать карандашиком, тушью с пером, линером. У меня даже был формат вот такого вот скетчбука. Видите, с огромной спиралью. В принципе, можно выкручиваться по-разному, рисовать композиционно разные картинки для того, чтобы как-то угодить этому формату. Было это давно, но тоже было. Пожалуйста, можно и такой. Еще один даже. Еще у меня есть один скетчбук. Я, правда, в нем редко рисую, потому что гуашью редко рисую. Внутри у вас скетчбук не должен быть разлинован, потому что разлиновка немножко мешает. Все равно это какой-то шум. Какие-то линии, какие-то точки все равно должны подчинены быть вашему рисунку и должны как-то следовать вашей идее. Вот. Здесь есть вот красненький, но тут немножко в точечках разлиновка. И здесь вот черненький. Он без разлиновки. На нем рисовала вот такой вот веночек новогодний гуашью. Да, на черном. Чем можно на черном рисовать? Можно рисовать белой ручкой, белым карандашиком, цветными карандашиками, но это будет максимально неярко. Акварелькой не попишешь, она не будет ее видна. Ну вот чем-то белым, в общем, можно писать. Как вариант, и гуашь, она укрывистая, ляжет на все, на что бы вы ее положили. Гуашью можно рисовать на всех бумажках, любой тонированности. Вот. Можно использовать обычную бумажку, вот, папочка для черчения, обычная бумажечка ватмана. Подходит для всего. Но тоже только акварелька не может ее побороть. Акварелью будет сложно работать, делать какие-то невероятные акварельные расплывчатые эффекты. Я здесь не предоставила линейку акварельных скетчбуков, потому что, увы, я пользуюсь только бумагой. Акварельной отдельно мне так удобно. Итак, на чем мы все-таки можем сделать какой-то вывод, да, исходя из моих скетчбуков? Любой скетчбук, он подходит под определенный материал. Как угадать, какой скетчбук под какой подходит графический материал? Пробами и ошибками. Даже если скетчбук пишется универсальным, все равно это не панацея от вообще всех казусных моментов внутри рисования. Что скетчбук, это очень удобно. Но если вы рисуете в развороте, очень тяжело будет потом оформить какую-то пленерную работу, какой-то пленерный скетч, оформить в рамочку, потому что он будет разделен на две части. Что скетчбуки бывают разных видов. Спиральки в виде склейки и в виде обычного блокнота. Вот как и тут. С сыпучими материалами уголь, пастель, ну не сыпучая масляная пастель, лучше рисуются на шершавой бумажке, потому что пигмент хорошо всасывается, впитывается в бугристость этой бумаги. Пером, линером, чем-то тонким можно писать на гладкой бумаге, чтобы линия велась ровной, без зазоринки. Потому что если вы по бугристой бумаге будете вести линию, она будет вот такая. Хорошо это или плохо? Решать вам. Кому-то нравится такая бугристая линия, и вы можете рисовать так. Опять же, в зависимости от вашей идеи и задачи. Я рассказала про свой опыт, и пришли к тому, что это все очень индивидуально. Возможно, вам все недочеты, которые я до этого рассказала, вам они только понравятся, и вы сделаете это своей фишечкой определенно. Приходите к нам на пленеры и курсы для начинающих по скетчингу и графике. С вами была Точка Схода, и приходите здесь, вы научитесь рисовать. Сколько бы лет вам не было. Смотрите нас, также переходите на телеграм-канал, ссылка будет внизу в описании, а QR-код на сайт будет чуть дальше. Всем удачи и всем хорошего дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова